Это практически ювелирная работа. Огромный многотонный Урал маневрирует среди припаркованных автомобилей. Видимость ограничена. Напарник водителя пытается скорректировать движение. Однако проехать спасательной службе к месту возгорания так и не получается. Пожарный автомобиль заблокирован, но, к счастью, это лишь тренировочный выезд. Так сказать, проверить возможность проезда специальной пожарной техники на внутридомовую территорию многоквартирного жилого дома. Посмотреть, как влияет размещение транспортных средств, собственно, на которых являются жильцы домов, на возможность проезда. Давай туда и вот чуть-чуть покрутить там воражь. Видите, да, выезжай. Часто спасатели не могут добраться до места возгорания из-за хаотично припаркованного транспорта. Двор на улице Кижеватого проблемный. Сами жильцы это понимают. Конечно, вот за этот двор. И вот что получается. Опасно? Вот так и получается. Жители пытались выяснить, кому именно принадлежит красная иномарка, преградившая путь спецтехники. Владелец автомобиля вышел лишь спустя 15 минут. В ситуации с реальным ЧП это катастрофически большой срок. Не страшно вам так, что не доедет от каждого машина? Вообще-то никогда не было никаких проблем. Все проезжали. Пожарные машины проезжали? Да. А сейчас не смогли. Когда вы паркуете свои автомобили на квартирных домах, неважно на каком объекте, обращайте, пожалуйста, внимание, не является ли ваш автомобиль препятствием для проезда пожарной техники. В среднем для того, чтобы проехать по Добному Уралу, необходимо расстояние минимум 3,5 метра.